Доброе утро! Шесть утра на часах. Вот чего мне не спиться в такую рань? Я обычно по вторникам, после логопеда высыпаюсь и встаю хотя бы в семь, а на часах шесть. В шесть обычно выходит Виталик, но сегодня даже я проснулась, потому что прозвенел звонок домофона, он открыл дверь. Думаю, ну, мады ли, может кто-то перепутал, может быть кто-то не может зайти во двор, да, и позвонил в первую попавшуюся квартиру, да? Нет, позвонили в нашу квартиру и отдали вот такой пакет. Я понятия не имею, что это, ну как-то уже знаю, сейчас вам покажу. Честно в шоке, адрес мой, адрес мой, здесь еда на целый день, причем я так понимаю, что такая правильная еда и низкокалорийная, кто бы это мог быть вообще не знаю. Это завтрак. В завтраке яйко с печеным помидором, паста базилевая, зеленый огурек и жадкевком. Потом есть другая шнеданя. Другая шнеданя это сырник с лишними, с полевом чоколадовым и палатками мигдаля. Это 300 калорий всего. Потом вот такой вот обед. Вот такой вот обед. Там, по-моему, удокурчака. Еще есть подвечерок. Подвечерок чоколадово-кокосовое. Частка с... Ну, в общем, с помаранчем, с долькой помаранча. И еще что-то. Я понятия не имею, кто это. Вначале я подумала, ошиблись. А, и веганские бургеры. Да, канапка с веганским курчакем. Веганским курчакем. Это по-любому не мне. Но адрес-то мой. И я вообще не знаю, что теперь с этим делать. В общем, сейчас еще ложусь, посплю хотя бы полчаса. Может быть, мне удастся досмотреть свой сон. Но, честно, вообще не понимаю, что это, как это. Думала ошибка, опечатка, может быть, в адресе. Но адрес реально мой. Что это может быть? Все, может быть, это сон. Сейчас проснусь и ничего этого не будет. Все, я спать. Вы знаете, что Роман сейчас делает? Он смотрит страшилки на ночь, страшные истории в прямом эфире. Причем ему ссылку на эти страшные истории прислали со школы. Мама уже кричит, нет, что-то там. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, что там наша мама делает. И заодно она расскажет, что она хотела сказать этим «нет». Это не со школы. А откуда, Наташа? Это я на фейсбуке нашла мероприятие. А, да? Да, это на фейсбуке получается. А, я думал, это прям со школы прислали ему. Мол, все, хватит уже отдыхать, давайте. Кстати, да, как вам… Как это? Кто? Как это? Сейчас. Скажи, кто? Новые правила, которые ввели в плане школьников? Да, только школьников выпустили первых-третьих классов. И все, галереи также закрыты. Я не знаю, что делать. Теперь завтра буду списываться с твоими занятиями, с твоими подарками. Ой, я немножко, извиняюсь, я немножко тут… На классном? Да. Вот. И если спорт, спортивные секции и вообще все это еще до сих пор закрыто, я не знаю, как ты будешь ходить заниматься. Так что завтра буду списываться, спрашивать, как… Хотя я слышала, что все как бы уже устали и реставрации начали открываться. Я думал, тебя больше расстроило то, что Слава не пойдет в школу. Это меня тоже очень сильно на самом деле расстроило. Тоже, да? Ну, конечно, я уже очень-очень-очень хочу, чтобы она пошла в школу. А я тоже учусь. Видите, я на мой косинус. Да, мне тут осталось несколько контрольных. Хотя они должны были уже быть заданы. А я… Ясно. Контрольные про… Как это называется? Затянула чуть-чуть со сроками. А я сегодня практически проставлялся на работе. Да-да-да. Сейчас, вот эти, да? Вот эти вот красавцы. Смотрите, у них есть карты. А у них есть… А у них есть номера. Я не знаю, есть номера, нет номеров. А то мои зрители, слушайте… Что за старая привычка вот все закрывать? Знаешь, как продаешь машину, номер обязательно нужно закрасить. Я ничего никогда не закрывала. А для чего ты это делаешь? А неизвестно. Не знаю, да. И я вообще никогда ничего не закрывала. Но мне прямо вот любопытно сегодня стало слушать. В 6 утра я проснулась. А, ну ты, кстати, как? Ты… Я ела эту еду. Ты оклемалась от этого всего? Я была в шоке еду. Ты, Наташ, ты сказала, что это все жутко низкокалорийное. Да. А мне показалось оно наоборот, жутко калорийное и все. Там около 2000 было калорий. Ну, по крайней мере, а завтрак был… 2000, да? А мне надо полторы. Ты представь, сколько это вообще нужно пробежать на беговой дорожке. Чтобы все сжечь. Да, я как-то бежал полчаса, и я сжег за это время 100… В общем, это был даже не Биг Мак. Нет, на самом деле, слушайте, интересная… Интересная-интересная, что сказать, приключение. Да, причем я уже, перебирая все мысли на работе за весь день, я все-таки пришел к мысли, Наташ, что это у тебя появился какой-то тайный поклонник. Может, это твой тайный поклонник. который решил тебя подкармливать. А что обидно, что меня надо подкармливать? Мне кажется, мои счастья уже скоро ни в одну камеру не влезут. А весна скоро. Поэтому мне кажется, что тебе нужно ждать в скором будущем еще, наверное, каких-то сюрпризов. Давай, рассказывай, что ты любишь покушать, чтобы мы знали точно. Ребята, напишите, если это кто-то, то отпишитесь мне в личку. Мне просто хочется сказать спасибо, кстати. Все было очень вкусно, кроме апельсинки. Я знаю, что я так вообще некрасиво делать. Надо просто сказать спасибо, и все. Нет, апельсинка была… Горькая? Нет, она просто… Старая? Нет, она не старая. Холодная. Холодная. Хотя апельсины и так едят холодно. Там была апельсиновая долька. В общем, все было очень вкусно. И завтрак, и все другишни, да, и подвечерок, все сколько было. Причем она сама все схомячила, никому не дала, ни с кем не поделилась. Одного человека. А, кстати, слушайте, я все это съела. И шла домой по дороге с работы. И думаю, а вдруг это не мне прислали? Вдруг это ему прислали? Ну, в смысле Виталику. Ну, так вот, Наташа. Ну, да. Безусловная такая. А, кстати, ужин был тоже очень-очень интересный. Там была канапка с веганским курчакем. Что-то такое. Ну, очень странная штука. А еще в Польше скоро будет праздник. День дядка и бабчи. И у нас в шишколе, ну, конкретно в Тимуркином. В Тимур... В Тимурино. В Тимуще. В шишколе Тимуще. Вот. Будут ставить какое-то представление. Естественно, родители и бабчи, и дядек звать не будут. Все это будет онлайн. Не онлайн даже, а вы... То есть наградная. Как это? В общем, записано на видео, смонтировано и выслано родителем. Вы знаете, я что-то в последнее время смотрю, все переходит в онлайн. И я так подумала, что надо переставать ждать. Пока же все откроют, и мы вернемся к нормальной... Нет, не к нормальной жизни, неправильно. К прошлой жизни. И просто подстраиваться... К тому, что мы привыкли уже, да? К тому, что мы привыкли. И нужно просто подстраиваться под нынешние реалии. Потому что ждать, пока откроют спортзалы и заняться спортом можно очень долго. Можно выйти и ходить, и бегать, и тому подобное. В общем. Ну да, мне... Я не знаю, как тебе, но мне спорта хватает на работе. Кажать на работе, согласна. В общем, ну я-то что-то... Там целый день так накувыркаешься. Приходишь домой... Вот тут ты сидишь, да? Песня от кого? Кусацкого. Да. Вот. Так что вот такие вот у нас новости, карты есть. Все карты есть, наконец-то. Почти все. Ну, естественно, кроме моей. Про мою это вообще... О! Наташ! Мне сейчас пришла в голову такая просто фантастическая... Версия. А представь, вот тебе это прислали... Ну, не знаю, например, хейтер твой прислал, чтобы ты, ну, к примеру, поправилась и была такая прям полненькая, да. Ну, не знаю, мне кажется, ты и полненькая будешь красивая. Да, и спасибо. Спасибо. Ну, все равно, чтобы вот ты прям была такая вот пышечка. Пышечка, спасибо. Так что отпишитесь с ней, пожалуйста, кто отправил мне... Ну, может же такое быть. Не знаю, мне кажется. Хотя все может быть. Все, ребят, я сейчас буду делать домашнее задание. Тимка у нас уже давным-давно спит. Слава сегодня, пока была дома, съела половину его полюшек, поэтому уже ходила в магазин, купила ему новые. Ну, помните, да, он им логопед задал задание. Есть полюшки только губами. Ну, вот Славка их все почти схомячила сама. Ромка там сейчас смотрит ужастики какие-то в прямом эфире «Легенды Польши». Ну, да, причем там так интересно, там получается, ну, это все вот просто, как знаешь, в обычной обстановке, так на основе вот таких вот просто обычных реальных событий. Ну, там смотрю, там время от времени, то свет выключится, потом появится, да, какой-то рогатый, такой костюмированный кто-то. Да, ну, всем интересно, ребенка нравится, причем это по-польски, по-польски, да. Все, ребят, всем спасибо за просмотр, будем заниматься дальше, я буду заниматься дальше. Увидимся с вами завтра, очень надеюсь, что будет тепло на улице. Ну, нет, эту неделю прям, я посмотрел всю неделю, точно будет холодно, причем у нас на работе, к примеру, вообще... А у нас отопления нету, да? Ну, да, не, ну, у нас вообще, у нас с улицы все приходят, и просто вот катастрофа какая-то, это ж невыносимый мороз просто, ты что, Наташа? Я им сегодня как раз сказал, что я еще 18-го числа, то есть в понедельник вечером собираюсь ехать на Багре, окунаться... Ну, в прорубь, не в прорубь, но, в общем, поплавать там... А, катастрофки собрались? Ну, вообще, да. А, в общем, готовьтесь. Что, да, мне сказали... Встречаемся на Баграх 18-го. Да, мне сказали, ты ненормальный. Ну, вот, так что я вам обязательно это засниму, сама наверняка не полезу. Хотя все может быть, я подумаю еще. Надо у Яси спросить, Яси полезет ли я? Ну, ладно, хватит болтать, давай. Нет, не хотим. До завтра, да. Завтра будет день, будут новые сюрпризы. До завтра, до завтра будет день, будут новые сюрпризы.